Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми упражнениями, которые помогают сделать наш голос более бархатистым, объемным, расслабленным. Да, волшебное слово и правило расслабленности голоса. Как ни странно, для того, чтобы добиться вот этого бархатного хорошего звучания, нужно научиться расслабляться. Только в расслабленном состоянии наши связки работают как бы обволакивающе все вокруг. Ну, я имею ввиду, ваш голос превращается в такой обволакивающий. Поэтому учимся расслабляться. Покажу несколько упражнений, которые помогут расслабить голос, его зафиксировать в этом положении и поговорим, позвучим и заметим результат. Кстати, потом хочется увидеть обратную связь. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось и получилось ли почувствовать изменение вашего голоса. Прекрасно. Давайте начнем. Сначала начнем с легкого дыхания, с небольшого разогреем себя. Глубокий вдох носом. Помним, да, что мы дышим не легкими, а диафрагмой. То есть, воздух направляем туда. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Слегка согреваем наши связки нашим теплым дыханием. Получается? Надеюсь, что да. Еще разок. Как будто вы пытаетесь согреть свои руки или запотевшее, замерзшее стекло на телефоне, хотя весна уже. Здесь все расслаблено. Теперь пытаемся слегка коснуться связками нашего дыхания. Слегка простонать. Чуть-чуть. Легонечко. Почувствуйте эту вибрацию приятную. положите руку на грудь, почувствуйте, как она вибрирует. Если вы чувствуете зажим на связках, попробуйте постучать себе слегка по груди. И потом перестать стучать, продолжать извлекать из себя звук. Можно усиливать наше звучание, выталкивая как бы наше дыхание и наш голос прям из голосовой опоры, из дыхательной опоры. Не должно быть никакого зажима. А теперь попробуйте вот в этом же состоянии сначала слегка протянуть этот звук и потом поздороваться. Сказать зафиксируйте. Здравствуйте. Медленно, никуда не торопясь. Поздороваемся друг с другом. Здравствуйте. Здравствуйте. Получается? Надеюсь, что да. Хорошо. Теперь потихонечку зафиксируем вот это положение, вот это звучание через диафрагму, через опору с расслабленными связками. Здесь самое главное никуда не торопиться. Скорость здесь абсолютно не играет никакой положительной роли. Чем медленнее, спокойнее и протяжнее мы говорим, тем лучше и правильнее мы фиксируем это звучание. Теперь давайте повторяйте, повторяйте за мной в этом расслабленном состоянии. Внизу опущен корень языка, расслаблен, поднято мягкое небо и говорим, мама меду нам, молока бы нам. Мы как будто бы лежим расслабленные в некой неги и просим нашу маму, чтобы она принесла нам что-нибудь вкусненькое. Расслабились. Еще раз, давайте вместе. Мама меду нам, протягивая. Молока бы нам. Сейчас должно здесь все вибрировать. Да, получается. Я надеюсь, что получается. Хорошо. Теперь обратите внимание, там внизу есть моя любимая скороговорка. Намелим и налим и лениво ловили. Здесь тоже скорость вообще абсолютно не нужна, потому что скорость может сыграть злую шутку. От того, что мы говорим быстро и громко, от этого мы уходим наверх и садимся на связки. То есть, если мы будем стараться быстро проговорить скороговорку, сейчас попытаюсь это сделать. Намелим и налим и лениво ловили и меняли. Налима вы вам налиня. Чувствуете, да? Я уже наверх пошел. А мы тут дальше сейчас работаем внизу на расслабленном бархатистом голосе и слегка протягиваем, как с упражнением, мама меду нам. Обратите внимание на эту скороговорку внизу и попробуем вместе ее проговорить также расслабленно. Давайте сначала из дыхания настроимся. Хорошо, зафиксировали. Теперь в медленном прочтении фиксируем этот звук. Намелим и налима лениво ловили. На одном дыхании одну строчку. И меняли налима вы мне налиня. А любви не меняли вы мило молили. И в туман и лимана манили меня. Раскрывай этот самый купол. Вдруг вы еще не поняли, что это такое. Что же это такое купол? Купол. Купол это опущен в корень языка и поднятое небо. Состояние зевка, полузевка. Давайте попробуем сейчас этот купол поймать и еще раз прочитать это стихотворение. Представьте, что вы с закрытым ртом пытаетесь зевнуть. И вот в этот самый момент, когда рот еще не раскрылся до конца, вообще еще пока не открылся, опускается корень языка и поднимается небо. Зафиксируйте это. Вот, вот, вот оно вот. Но это не значит, что нужно так постоянно говорить. Нет, так вы еще сильнее зажимаете горта, не пуская вниз. Все. Нет, просто почувствуйте это положение. Для чего оно нужно? Для того, чтобы, когда мы говорим громко и когда мы говорим на связках, мы их зажимаем и бархатистость никуда, нигде не появляется. Появляется такое скрипение в нашем голосе, да? Чтобы это все раскрыть, нужно создать вот это вот положение. Смотреть, корень языка опускается. Нам нужно пространство. Вот это большое пространство, видите, у меня между рук. Это пространство, через которое выходит наш воздух и наш голос. То есть, если тут все зажато и дышать сложно, и голос достаточно тоже такой плоский. Но если потихонечку мы будем его раскрывать, смотрите, что происходит с моим голосом. Мы начинаем объемнее звучать, потому что у нас есть пространство для выхода нашего голоса. Вот. Давайте теперь попробуем раскроем. Полузевок. Ага, вот, зафиксировали. И теперь читаем стихотворение. Скорговорку. Намели мы на лима лениво ловили, протягивая каждую строчку. И меня ли на лима вы мне на линя? О любви не меня ли вы мило молили? И в туманы лима наманили меня? Мы так объемно говорим, громко, выталкивая наш голос через диафрагму и голосовую опору. Но не обязательно так объемно разговаривать со всеми окружающими, иначе вы будете их пугать. Нет, но зафиксируйте это положение, и можно спокойно, внизу, бархатно и приятно говорить. Надеюсь, что вам у вас все получилось и вам понравилось. Понравилось, получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. И очень важно, что хочется мне вам сказать. 23 числа, 23 марта, в среду, я жду вас на бесплатный мастер-класс по голосу. Называется он «Голос. Ключ к успеху». Все подробности внизу. Подписывайтесь, приходите на этот бесплатный мастер-класс, и я расскажу вам также, как можно воздействовать на свой голос, как его раскрыть, как звучать красиво, уверенно, и идти прокладывать своим голосом дорогу к своему успеху. Да пребудет с вами сила голоса. Жду вас 23 числа, в среду, в 19.00. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»